В прошлом году я 322 дня провел в пути. Налетал 350 тысяч миль. До Луны 250. Большинство людей ненавидят разъезды. А мне в дороге уютнее, чем дома. Снова вы, мистер Бингом? Меня посылают помогать трусам, которым не хватает духа выкидывать сотрудников. Понять их можно. А ты кто вообще? У народа после увольнения реально едет крыша. И сдайте мне пропуск. Знакомьтесь, не девушка, а динамин, ты еще и с красным дипломом. Объясни ей все, тур проведи. Я не экскурсовод. Это наша лодка, а это ты. Хочешь плыть дальше? Да, один. Покажи свою магию, чтобы она прониклась. Что? Ну, идем. Не вставай за пожилыми людьми. Они нашпигованы металлическими штифтами и не ценят время, которого у них почти не осталось. Ура, азиаты. Чудо-люди ездят на легкие, ботинки у них без шнурков, слава богу. Да вы расист. Весь в маму. Стереотипы. Так проще. Просветите меня насчет этого вашего набора миль. Просто я собираюсь побить все рекорды. И большой у тебя счет. Такой? Эээ... Такой? Не хочу хвастать. Похоже, супер-вип возбуждает нас обоих. Хорошая идея насчет сушилки. Жаль, не добрались до шкафа. Надо бы повторить. Ну и как у вас это? Серьезно? Вы когда-нибудь смотрели человеку в глаза и чувствовали, как его взгляд проникает вам в душу, и мир вокруг замирает? Да. Вот, а я нет. Ты совершенно один, никого рядом. Никого? Вокруг толпы? Разве вы не должны утешать меня? Я как сигнал. Пора начать новую жизнь. Вы же сами выбрали такой стиль жизни. Вряд ли хоть одна женщина будет терпеть все эти полеты. Больше не летаем. Работаем из офиса. Отменили командировки. По домам. Не звонишь? Думал, вдруг это неудобно. Неудобно? Я не из тех, кто будет потом доставать. Подумайте. Разве самые приятные воспоминания, самые важные мгновения вашей жизни связаны с одиночеством. В одиночку это не жизнь. Даже не знаю, сколько продлится эта стажировка. Да нет, в этом смысле он меня не интересует, он же старый.